Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек Шепард. Мы продолжаем играть в отбросы. В отбросы мы ведь играем, да? Вроде бы да. Итак, Варгас, Сау, Анази, Челханоглу, Матюиди, Маккарти, Родригес, Туре, Кабуль, Умтити и Крул сегодня будут стараться. Ну и естественно на замену выйдет Снейдер. Скорее всего выйдет Думбия. Посмотрим, что он может. И возможно выпущу Сиенов в центр полузащиты. В общем, этими ребятами мы сегодня будем с вами пытаться остаться в пятом дивизионе. Дело наше шли не так, чтобы хорошо. Но я думаю, что все можно исправить. Если мы в этом матче выиграем... Ну вот я играю против русского, да, такая задержка. Или все-таки она хорошая? Блин, что-то скачет. Мне это не нравится, конечно. Ладно, будем играть в белой форме. Надеюсь, что соединение всем будет хорошо. 81. Рейтинг 87. Сыгранность. А что-то похоже на гибрид. Но вообще нет. Тут итальянская лига, которой просто Бусуфа и Фернандес приклеены. 4-2-2-2. Неплохая схема. И Ханданович на воротах. Но у него видич. Как мы знаем, слабые места видича. Соединение разорвано. Прекрасно. А за что мне дали монеты? Я остался... Я вылетел в дивизион 6-й. Даже не играя. А я считаю, что это самая лучшая игра в мире. Ну что ж. 6-й дивизион. Начинаем свой путь снова. Поехали. Ну, надеюсь, с этим соперником никаких проблем не будет. Его команда называется Красные Дьяволы. Ну, в принципе, что-то такое интересное. Схема, как у меня. Ну, например, конкретно такого состава я раньше не видел. Донбасс-арена. Судя по всему, его домашний стадион. Ну, и мы начинаем. Сау. Шикарная передача. Варгас. Бей с ближнего. Неплохо. Неплохо. Но Варгас за ногу держится. Все в порядке с ним? Вроде бы, да. Сау довольно интересная скидочка получилась. Варгас здесь еще делает. Варгас что делает? Штрафную входит. Удар нужен. Дехерия сейвит. Чаканоглу. Вот это гол. 1-0 отброс и выходит вперед. Хорошо все разыграли. И Варгас, ну, фактически, я могу сказать, что Варгас сделал этот гол. Дехерия сделал великолепный сейв. Мяч отскочил Чаканоглу. Первый мяч за отбросов. Этот парень мне уже нравится. Этот парень молодец. Вот это передача. Вот это передача, Сау. Ну, забей. Дехерия. Просто влетел в него. Ну, молодец, фратарь. Ой-ой-ой, нельзя так делать против нас, парень. Нельзя. А у Варгаса в сайт. Хорошо. Вот этот матч прям реально клем получается. Ой-ой, вот это вот красавчик. Ой, красавчик прошел всех. Достает стрелы. Это гол. 2-0. Давид Дехерия не спас. Капитан. Вы посмотрите, Варгас что делает. Это, наверное, один из лучших мячей, который когда-либо забивал за отбросов. Такой великолепный сорный проход. И под рукой удавит Дехерия. Варгас, Варгас. Вот это молодец. Вот это отброс. И мы пропускаем. Пропускаем. Ненужный гол. Но, тем не менее, заслуги не отменяют соперника. Потому что он до последнего здесь боролся. На фланге пытался что-то сделать. В итоге мы мяч вроде бы выбили. Вот здесь... Да, с Маккарти все началось. Он отдал неточный пас. И, пожалуйста, разящий удар. 2-1. А, тут было нарушение правил на САУ. И... У Чиканогу. Ну, нифига у него статы. Ну-ка, парень, забьешь, может быть? Ой, попал в стеночку Аназии. Прыгай. Давид Дехерия. Что, это пенальти? Желтая карточка? А, мне. Я не понял. Да, Аназия получает желтую за атаку на вартере. Я просто думал, что если бы пенальти поставили, а мне кажется, там его не было, я бил бы мимо. Даже при счете 2-1. Потому что там реально какой-то бред был. Так, опасно, опасно, Самарус. Крулл сейвит. Крулище. Вот это сейв бедром. Ну и что же, вот такой вот зрелищный, классный первый тайм у нас был. С преимуществом некоторым играли мы, но не по владению мячом. Варгас. Просто великолепная форма у него. Хочу попробовать Думбью, но, наверное, я ближе все-таки к концу тайма буду его выпускать. А вот Родригеса с Аназией я поменял бы местами. И вместо Аназии, так как он на желтой, в Акаса выпустил. Я не очень понял, как он играет в прошлом матче, когда на замену его выпускал. Может быть, сейчас он больше покажет. И еще один супер сейв Крула. Я просто с замиранием следил за этим моментом. Потому что мы вроде бы уже мяч отобрали. Вроде бы его выбили. А в итоге еще и к опасным моменту наших ворот все это привело. Угловой отбиться. Хорошо, Леннон бил головой, но не его это дело. Головой так иначе бить. Ой, Леннон, вот Крул просто слов нет. Слов просто нет. Крул шикарен. Нет, 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 нет. Не должен был там мяч между надпроходить. Крул. Нет, это гол. 2-2. 2-2. Ни слова не скажу про бак. И что? Мой воротарь даже падать не стал. Пропустили и пропустили. Надо забивать самим. Дехея, как он это засейвил? Вот эта комбинация. Да как у нас так получается мяч прям на ногу сопернику отдавать? 2-3. Да. Ну, чуть-чуть совсем не везет. Ну, что это? Пас назад отдавал и... Отдал прям Самарусу на ногу. Замены нужны. Чиканоглу, конечно, шикарно играет, но нужно выпустить Снейдера и посмотрим, что же все-таки может Думбия. Родригес, молодец. Думбия! Нет, заброс снова прошел Самарус. Крул тащит. 2-4. Переиграны мы. Переиграны. Парень молодец, действительно. У него два форварда, не самые, скажем так, рейтинговые. Ну и, блин, мало кто будет играть с Самарусом. Вот, пожалуйста. Такой же игрок, как зверь. По сути, две действительно равных команды встретились, и сегодня я был абсолютно заслуженно бит. И тут, ну, не нужно нарушать правила. Он же все-таки джентльмены. Желтый получает его нападающий. Берахина. Кстати, тоже неплохой парень, как я смотрю. Все. Матч окончен. 2-4. В прошлом матче проиграли 2-3, в этом 2-4. Все-таки что-то у нас с атакой хорошо, но и с обороной. Не все в порядке. Да, и Дехея сегодня сыграл шикарно. Но вот гол Варгаса я точно никогда не забуду. Как он все там сделал? Как обыграл всех защитников? Ух. Чиканогу и Варгас отметились за нас мячами. Здесь Дехея сейвил. Чиканогу, в принципе, хорошо пробил. Хоть и с отскока. А гол Варгаса хотелось бы, конечно, поближе посмотреть. Отвратительно сыграл Туре и Вакасу. Ну, с Турея-то мне нечего делать. Я, скорее всего, наверное, выпущу... Умтити поставлю налево. Вместо Турея поставлю справа к Бонну. Так, чтобы сделать. Ну и 3 защитника. Да, я пропускаю. Но, может быть, я научусь играть так, чтобы не пропускать. Даже с 3-мя защитниками. В любом случае, первый матч в 6-м дивизионе. Ну, во втором нашем предшествии мы проиграли. Но на поражениях мы учимся. САУ. САУ сыграл, в принципе, очень хорошо. Контракт. Держу золотый контракт. Хорошо. У САУ форма кончается. И... Ну, Думбия тут вообще, конечно, ни в какие ворота. Но посмотрим. Ладно, выпущу его в старте. У меня есть, конечно, выбор зверь. Но... Не знаю даже. Думбия варкаст. Родвал. Шканал, гладим отдых. И вот, пожалуйста, химия восстановилась. Так, что я хотел сделать? Я хотел поставить... Акбону направо. Может быть, тогда... Вот так. Ну, неплохо, в принципе, сыграл, да? Сколько он? Два матча? Нет, подождите. Как два матча? Он же только один играл. В прошлой серии Гильерме же играл. Совершенные игры за ваш Клуб-2. А, да, мы же... Да-да-да. Мы же вылетели в дивизион из-за лага какого-то. Или, может, Лалану-то сюда. Снайдер ничего решить не успел. Вакаса все-таки, наверное... Ну, блин. Вместо Родригеса на замену, по идее, должен бы хорошо выходить на позицию. Но не вижу никакого толка с собой. Не знаю, в общем, таким будет наш состав. Наверное. Так как мы сейчас с вами открываем пак. И если там выпадет что-нибудь клевое... Кстати, промо-пак я могу открыть? А, 35 тысяч, наверное, понятно. В общем, открываем золотой пак с Леонолем Месси. Смотрим, кто он там выпадает. И кто может подойти под нашу команду. Лихштайнер идеально! Я только вот... Я не говорил вам... Я думал о Лихштайнере. Думал, вот было бы круто, если бы он там под Агбону на правый фланг. И, пожалуйста, Лихштайнер. Офигеть! Верю ли я в совпадение? Теперь, наверное, да. Итак, ну уберу я, наверное, все-таки... А, из состава тогда Джонсон, что ли? Да, отправлю в клуб. Лихштайнер хорошо впишется. Обраньяк, ЦАП. Ну, вполне неплохо должен быть, добавлю его себе. Родригеса не буду доставлять. А, закинем контракты. И Вилейн выпал стандартный стадион. И форма Киева. Нет, пожалуй, это я продам. Так, бежим в состав. Ну, реально, я думал поставить под Агбону. Как раз, да? Лихштайнер, правый полузащитник. И просто идеально он сюда встает. Просто идеально. Если бы еще у меня был нападающий из итальянской лиги. У меня был Клоза. А, на Коджа. Если сюда ставить САУ, то вообще 89 сыгранностей. Но у него формы. Я не хочу на формы тратиться особо. Ладно, давайте используем формы на весь клуб. Нет, 30. Нет, нет, не буду, ребят, все равно. Вот конкретно на Кабуля могу использовать. Потому что каких-то форм по 60 у меня уже более-менее накопилось. Могу их использовать. Джей Родригес. Очень хорошо прошлый матч провел там постоянно. Нагнетал давление на игроков соперника. Ну и на САУ. Хотел дать отдых. Но тут все так прям шикарно получается. Теперь у нас химия. Самая плохая это семерки. Что в любом случае клево. Лихштайнер. Посмотрим, как он себя покажет. Помплуа все так и остается по номерам. Лихштайнер. Нет, не второй номер. Я бы ему шестой дал. Но шестой, по-моему, у Мертезакера. Пусть у Мертезакера будет второй. Лихштайнер шестой. 14 ла 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 на Варга с САУ. Все шикарно. В общем, увидим в следующей серии. С вами был Джек Шепард. Спасибо большое за просмотр. Я что-то продал. Да, фигулю купили. А этих двух игроков... Ну, кстати, Клоза реально можно сейчас вернуть. Обратно отправить в клуб. Так, а тебя? Так никто и не купил. Да, и можно будет Клоза на замену выпустить. Место Родвела поставлю сюда. Вот так. Шикинска. Надеюсь, что вам понравилось в серии. Еще раз с вами был я и счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok